Любите ли вы свежесваренный кофе, который здоровски так бодрит по утрам? Может горячий или холодный? А может желаете попробовать этот заряд бодрости с добавлением птичьего молока? Если да, то смело отправляйтесь в кафе на сест, где его радушный хозяин Брюстер всего лишь за 200 дней сможет угостить вас кофейным напитком, сваренным по особому рецепту. А у микрофона снова шаман, и как вы уже наверное поняли, сегодня в ролике речь пойдет о Брюстере, его истории и о том, какую роль играл этот голубь в серии игр Animal Crossing. Что ж, наливайте чаек, а я тем временем прогреваю машину времени. И кстати, пока вы смотрите ролики, не разбежались, я хочу поблагодарить моего подписчика с ником Алсатинхар, надеюсь я твой ник произнес правильно, за щедрый донат в поддержку моего творчества. Спасибо тебе большое! Ну а мы возвращаемся к Брюстеру, который кстати родился 15 октября, знак зодиака весы. У него кстати день рождения, совпадая с двумя жителями в игре, а именно с бегемотом Гиппа и вот такой вот собачкой Бео. Любимая композиция Кейкея у Брюстера это свинг Кейкей. И хоть он сам специализируется в приготовлении кофе, но особых предпочтений у него лично как бы нету, как это утверждает сам Брюстер. У него голос капризного типа характера. Кстати, обо всех типах личностей в Animal Crossing я уже как-то рассказывал на этом канале, так что можете посмотреть, буду вам признателен. И как вы уже наверняка знаете, Брюстер это персонаж, который относится к виду голубьей, который заведует своей личной кофейней. Свой бизнес он построил еще в Animal Crossing Дикий мир в 2005 году на Nintendo DS. Здесь он разливает горячий кофе игрокам и предлагает добавить в напиток голубиного молока для особой нотки. А также может поинтересоваться о любимом рецепте у нашего персонажа, якобы он хочет запомнить, что нам предлагать в первую очередь при следующем нашем посещении. В сравнении с теми же новыми горизонтами, в Wild World Брюстер работает куда быстрее. Ну и как вы можете наблюдать, вот тут на фоне, время от времени в кафе The Roost дает свои концерты сам KK Slider, что как по мне очень даже круто и создает некую атмосферу челаута такого. Я вот жду, когда же в Animal Crossing Новый Горизонт и KK заскочит к нам с концертиком прямиком в кафе на съезд. В Animal Crossing City Folk Брюстер все так же работает в своем кафе, которое размещается в музее Блэзерса. И он все так же наливает кофе всем своим посетителям. На Википедии говорят, что ему можно было сдавать на хранение героидов, если у нас были они в инвентаре. Но, к сожалению, на ютубе подтверждения этому я не нашел. А сам в City Folk я как-то не играл, не доводилось. Так что поверим Вике, которая утверждает, если у игрока с собой будет в инвентаре героид, то Брюстер предложит нам сдать одного героида на хранение. Интересно, этот голубь после вернет нам обратно этого героида или нет? А вот на День Святого Валентина Брюстер наливает всем желающим какао вместо кофе. И после поздравляет с праздником. Вот я еще не дожил до Дня Валентина в Анимал Кроссинг Новые Горизонты. И надеюсь, у нас будет такой же ивент. Было бы оригинальное, я бы сказал. Ну и вот мы в Анимал Кроссинг Нью Лиф, где Брюстер раскрылся, я бы сказал, на полную. Во-первых, здесь мы можем также навещать нашего голубка в его собственной кофейне и наслаждаться напитком по новой рецептуре. К тому же, теперь нас спрашивают, сколько сахара и молока добавить в кофе, что неплохо так разбавляет процесс кофепития в игре. Ну и это еще не все. После троекратного посещения кафешки, Брюстер начнет предлагать нам кофе на вынос, чтобы мы могли взять стаканчик напиточка и на открытом воздухе распить его. А вот когда игрок посетит кафе на съезд шесть раз, Брюстер откроет нам возможность подрабатывать баристой в его заведении. При этом игрок будет находиться за барной стойкой и выполнять функции нашего друга Брюстера, собственно. А именно, обслуживать клиентов и наливать тем той или иной тип кофе. Что интересно, у каждого жителя есть предпочтение относительно кофейных напитков, и нам предстоит запоминать много рецептов, где придется выбирать тот или иной тип кофе, количество добавляемого молока, а также сахара. Как вы думаете, когда в новых горизонтах появятся вот эти старые механики? Это же не так сложно было бы добавить, да? Зато как бы круто было играть, я вот бы кайфовал бы по полной. Едем дальше и попадаем в спин-офф для мобильных устройств под названием Animal Crossing Pocket Camp, где вы могли себе купить Брюстера, как бы это странно не звучало. Покупали мы его за внутриигровую валюту, и после могли разместить кофейный лоток на пару, собственно, с Брюстером в нашем лагере, где нашей душе будет угодно. Подойдя к пернатому, игрок мог с ним пообщаться, ну а также по стандарту выпить немножко кофе. Чисто красивый интерактивный предмет мебели, но спасибо и на том. Да-ка, что там в новых горизонтах, собственно. Вы уже, наверное, заждались, я думаю. А здесь мы можем разблокировать Брюстера, и он также откроет свою кофейню в музее Блайзерса. Все как бы по классике. И это произойдет лишь после того, как вы сдадите в музее 60 существ коллекцию Блайзерса. А подробнее о том, как открывается кафе Нассист, как найти Брюстера, где его искать вообще, об островах Кепна я рассказывал в отдельном ролике. Ссылочку на него, я думаю, закреплю где-то в комментариях и в описании к этому видео. Ну а мы, в общем-то, возвращаемся в недавно открытое кафе Нассист, где можем приходить и получать свой кофе. Выбор у нас сейчас не такой уж велик. Мы просто приходим, присаживаемся за барную стойку, Брюстер нам что-то там предлагает, и как бы все. Игрок, конечно, может отказаться и сказать, что кофе очень горячий, Брюстер сделает вид, что подует или просто подождет. И так мы можем отказываться, в принципе, до бесконечности. Но рано или поздно заказанный кофе придется выпить. То есть, до нового листа с выбором количества молока, сахара и кофе нам еще... Ой, как далеко. Но вот птичьего молока Брюстер для нас все-таки не пожалел. И нам он иногда его предложит. За посещение кафе Насест вы сможете получать награды в разделе с милями вашего нокофона. Вот, вот здесь называется это на месте в Насесте. А вот сам Брюстер будет вас лично награждать особыми подарками за дни, которые вы проводите в его кофейне. Но об этом мы поговорим где-то там через минуточку. Ну, в общем, когда вы посетите кофейню 5 дней, можно не подряд, можно в разные дни посещать, только не 5 раз за один день, потому что так не считается. После этого у вас разблокируется возможность брать кофе на вынос. Нужно будет просто подойти сбоку от барной стойки и поговорить с Брюстером. Стоимость такого напитка 300 дней. Ваш персонаж может трижды отпить с этого стаканчика, пока полностью его не опустошит, и при этом показатель сытости в левом верхнем углу экрана будет постоянно расти на 1. То есть одного стаканчика хватит, чтобы повысить ваш уровень сытости на 3. Я думаю, что вы и так в курсе, что это дает нам возможность выкапывать взрослые деревья и ломать камни. А также после пяти посещений вами на Сеста, в кафе время от времени вы начнете встречать неигровых персонажей, которые иногда приходят сюда, чтобы выпить кофеек. Если вы подойдете к тем поближе, то сможете с ними заговорить и пообщаться. Попробуйте, порой они рассказывают такие довольно уморительные истории, а порой это даже отсылки к предыдущим частям серии Animal Crossing. И вот когда у вас накопится 10 дней посещения кафе на Сеста, сюда начнут приходить персонажи, которые могут взять с собой кофе на вынос. И с этого момента жизнь в кафе как бы немножко приободрится, разбавится, как-то так. Не так уж и сильно, но все-таки хоть как-то. Также можно использовать карточки Амибо, и вот по этому телефону вызывать к себе на кофепитие того или иного персонажа. О самих Амибках я уже рассказывал раньше в роликах, которые я также закреплю в комментариях. А приглашенный гость по Амибо будет сидеть с вами за одним столиком и пить горячий напиток. При этом он будет рассказывать какие-то истории, ну в общем развлекать вас беседами. А как только вам надоест разговаривать с тем, просто выйдите из-за стола и покиньте кафе. Помимо этого вы можете приглашать к себе на остров друзей и пить кофе о огромной компании. Как например это дело на моих трансляциях, которые кстати проходят на канале Шаман Геймс. Заходите, буду рад. Так вот, когда вы пригласите друзей, необходимо чтобы все заняли свои места за столом, и при этом никому нельзя открывать нокофон. Главный игрок садится за стойку к Брюстеру и заказывает кофе. Происходит некий разговор, где нам необходимо сказать, что мы хотим взять кофе для всех, после выбираем кто платит за заказ, мы или каждый сам за себя. А когда Брюстер скажет, что они все готовы, значит игрокам за столиком нужно нажать кнопку действия, чтобы заказ начал обрабатываться. Но если я что неверно написал, то уж сорянчик, друзья, мы давненько не собирались на кофеюк, поэтому заходите на стримы в субботу, мы сходим и выпьем по чашечке кофе вместе. И кстати, если у кого-то из ваших гостей не будет с собой денег, то Блэзерс им нальет вместо кофе стаканчик воды. Мелочь, но достаточно забавная. И вот мы добрались до момента, когда я хотел бы более подробно рассказать вам за все награды, которые вручит вам Блэзерс за определенное количество дней посещения вами на Сеста. Скажу сразу, у меня что-то произошло не так, и награды мне давали не на пятый день, допустим, а на седьмой, то есть мне пришлось совершить на два посещения больше, чтобы получить подарочек от нашего приятеля. Значит так, за пять посещений кафе Брюстер выдаст нам инструкцию для приготовления фирменного печенья на Сест. Вот такие вот симпатичные мини-брюстеры можно будет изготовить своими руками. За десять посещений на Сеста вам вручат один из вариантов кофейных зерен. У каждого острова будет свой цвет упаковки этих самых зерен. За пятнадцать посещений Брюстер подарит чашку с блюдцем. А за двадцать – кофейные растения. У него тоже нет разных цветов, просто обычные растения. Подарок за тридцать посещений на Сеста – это такой вот сифон, в котором сам Брюстер готовит нам кофеечек. За сорок дней вам вручат профи-кофемолку, которая довольно-таки забавно жужжит и перемалывает кофе внутри. Жаль, к этому не приделали анимации, ну ладно. И, наконец, за пятьдесят посещений кофейни, хозяин заведения вручит вам особенного героида. Вот такого Брюстоида. Да, это героид, который выглядит как миниатюрный Брюстер и называется похожим образом. Видимо, любовь самого Брюстера к героидам настолько сильна, что он смог раздобыть столь уникальный образец. Или каким-то способом другим он может их как-то выводит, этих героидов. Я даже не знаю, честно. Напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. А, кстати, обо всех героидах в Анимал Кроссинг, я думаю, выпустить, может быть, отдельный ролик на этом канале. И на этом как бы все. Я рассказал и показал вам все, что известно о Брюстере на данный момент. Если вдруг что упустил, дополняйте, милости просим. А я желаю вам весело провести время в Анимал Кроссинг и, как всегда, крепкого здоровья вам и вашей семье. Заходите каждую субботу ко мне на трансляции, где мы можем повстречаться в игре, а также каждый понедельник, среду и пятницу в 18 часов по Киеву или в 19 по Москве, когда я стримлю другие игры. Напоминаю, канал называется Шаман Геймс. И с вами, как всегда, конечно же, был Шаман. И всем пока!